МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доехала до Донецкой и Луганской народных республик. Продукты и вещи первой необходимости уже раздают местным жителям. Сотни болельщиков, стремительная игра и драматичная концовка. Хо туда и урода сошлись в борьбе за кубок Шамильского района. Кто стал триумфатором, смотрите в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Страшная статистика аварий в Дагестане за последнюю неделю. За такой короткий срок произошли 33 ДТП. В результате погибло 4 человека. Еще 48 получили травмы различной степени тяжести. Среди них 6 детей. Отметим, в республике за 10 месяцев произошло почти полторы тысячи аварий. Также в республике произошло 35 пожаров. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 10 человек. По данным главного управления МЧС России по республике Дагестан, за этот год в жилых домах республики произошло 362 пожара. Если они его не убрали, там прям… Не менее тревожной является ситуация на железнодорожных путях, где за несколько дней случились два несчастных случая. Напомним, что накануне в Махачкале под поезд попала молодая девушка, когда она переходила дорогу. Сейчас пострадавшая лежит в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также 14 ноября на перегоне Тарки-Манас пассажирская электричка сбила насмерть 48-летнюю жительницу Карабдахкенского района. Эти события подчеркивают необходимость усиленных мер безопасности на дорогах, в жилых зонах и на транспорте, отмечают эксперты. С января следующего года в стране повысят штраф за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие поправки разрабатывает правительство России. Так, размер санкций за езду без ремня безопасности увеличат до полутора тысяч рублей, вместо прежних – тысячи. За превышение скорости – до 7500 рублей, а за управление без прав – до 45 тысяч рублей. Такой же штраф будет, если водитель откажется от медосвидетельствования и сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, могут сократить скидку при оплате через госуслуги. Отметим, что средства от взысканий будут направляться на ремонт автодорог. Около 50 погибших и более 100 раненых. Страшные цифры, унесшие жизни и здоровье людей из-за взрывов на автозаправочных станциях в Кунтеркалинском и Карабудахкенском районах. И эти числа могут только расти, если вовремя не принять жесткие меры, отметил на очередном заседании глава региона Сергей Меликов. Несмотря на многочисленные проверки, проблемы с соблюдением трудового, налогового, градостроительного и пожарного законодательства продолжают оставаться на повестке дня. «Формальные доклады мы проверяем, приостанавливаем, но нет результата, ничего не меняется. Ни одно предприятие не лишено лицензии. Самая жесткая принятая мера – приостановка работы. Пока мы не привлечем к ответственности бенефициаров этих объектов, пока заправка не будет лишена лицензии, такие ситуации будут продолжаться». На координационном совещании также отметили, что за текущие два года на проверках было выявлено более 17 тысяч нарушений, из которых 5 тысяч касаются промышленной безопасности. Кроме того, по данным Минэнерго Дагестана, на многих станциях работает недостаточное количество сотрудников. Беженцы из Украины в Дагестане открыли свое дело. Супруги Хребко были вынуждены перебраться в Каспийск. Здесь, чтобы решить свои финансовые трудности, они создали бизнес-проект и для его реализации обратились в Минтруд республики. «Министерством труда и социального развития уже четыре года реализуется проект «Социальный контракт», чтобы улучшить людям материальное положение свое. В Каспийске с 2021 года было заключено 593 социальных контракта. В этом году по этой мере государственной поддержкой воспользовалось 118 жителей города, которые нуждаются в помощи. Из них 59 человек зарегистрировались в качестве самозанятых и открыли собственное дело». Заключив соцконтракт с ведомством, супругам Хребко выделили 250 тысяч рублей. Этой помощи оказалось достаточно, чтобы открыть соляную комнату. Теперь поправить здоровье и укрепить иммунитет сюда приходят с семьями. 400 килограммов соли на стенах в сочетании с высококачественным оборудованием создают максимально оздоровительный микроклимат. «Социальный контракт дает финансирование на открытие начинающих каких-то перспектив, начиная молодого бизнеса и помогает в реализации. После одобрения и получения социального контракта мы с супругой открыли на полученные средства соляную комнату. «Благодаря тому, что мы открыли детский центр и благодаря социальному контракту, мы на данный момент с супругой имеем стабильный доход. Находимся мы в доступном месте для жителей Каспийска в центре города». Специалисты Дакэнерго меняют оборудование на одну из махачкалинских подстанций. Вместо старого трансформатора установят новый, более мощный. Он почти в полтора раза повысит производительность подстанции. Это улучшит подачу электроэнергии в районе Первой Махачкалы и Учхоза. Запуск нового оборудования планируется на следующей неделе. В процессе работы возможно кратковременное отключение света в некоторых частях города. О графике отключений сообщат дополнительно. Как отметили в ведомстве, работы ведутся для улучшения и беспребойности электричества. Для потребителей преимущество с вводом этого мощного трансформатора уже потребителей мы не будем дергать. При создании выполнения ремонтных работ мы можем обойтись без отключения потребителей. Мы уходим от ограничения потребителей при выполнении ремонтных работ и повышаемая надежность электроснабжения в целом Киромского района города Махачкалы. Очередная партия гуманитарной помощи от Дагестана доехала до Донецкой и Луганской народных республик. Благотворительный фонд «Инсан» собрал все самое необходимое для выживания в кризисных условиях. Зимняя одежда, длительно хранящиеся продукты питания, средства личной гигиены и многое другое. Хотим передать огромный царям нашему братскому народу дагестанскому, который оказал гуманитарную помощь, которую мы видим сегодня, доставил ее благотворительный фонд «Инсан» во главе нашего брата. Огромное спасибо муфтию Дагестана. Мы всю эту помощь распределим по семьям нуждающихся, определим в госпитале. Вот сегодня мы уже загрузили эту машину, которая уедет. Вот мы прибыли в Луганск, где мы совместно фондом «Инсан» и Дальневосточным фондом «Добро» раздали для нуждающихся продукты, первые необходимости и многое другое, за что все люди очень благодарны. Все содержимое в коробках дагестанцы раздают по городам и районам новых российских территорий, а местные жители выражают им свою искреннюю благодарность. Пусть Аллах вознаградит тех, кто участвовал в этой офисе, кто помогает, не забывает о нас. Пусть Аллах вознаградит их и даст возможность еще больше делать такие благие дела, чтобы не слышала в судный день, это зачлось. В Махачкале завершился розыгрыш Кубка Шамильского района по мини-футболу. В споре за трофей сошлись команды «Хотуда» и «Урада». Гидатлинское дерби обещало быть жарким. На трибунах несколько сотен болельщиков, которые гнали обе команды вперед. Сегодня очень горячая атмосфера. Между собой играют два соседних села. Интересно наблюдать за болельщиками, потому что сначала они болеют за свое село, потом поддерживают своего брата. Проходят в очень дружной атмосфере, приятно наблюдать за ними. Счет встречи открыли «Хот-одинцы», но действующие чемпионы лиги отыгрались быстро. Развязка наступила во второй 20-ти минутке. «Урада» забила быстрый гол после розыгрыша «Стандарта». Такое начало тайма не смутило футболистов в белой форме. Они до последнего шли вперед и не оставляли попыток забить. И эти старания были вознаграждены. За две минуты до конца встречи игроки «Хот-одинцы» сравняли счет, а в своей следующей атаке вышли вперед, во второй раз завоевав Кубок Шамильского района. «Хот-одинцы»! «Что творится?» «Эмоции зашкаливали, потому что мы проигрывали со счетом 2-1. Оставалось буквально минут 5-7. И за счет того, что мы играли до конца, проявили характер и получилось выиграть со счетом 3-2. Поэтому очень положительные эмоции. Поддержка, конечно, фантастическая у нас. И фаера, и дети, и взрослые как одной командой болели. Очень приятно было смотреть на это все со стороны. И этот антураж, который за полем, очень понравилось. Приятно играть в такой атмосфере. В спор за Кубок Шамильского района в этом сезоне вступали 18 команд. Турнир стартовал весной и шел параллельно с регулярным чемпионатом. Итоги этих состязаний подведут уже на следующей неделе. Целем данного мероприятия у нас является объединение молодежи. На данном этапе, я думаю, из всех мероприятий, которые проводятся молодежными организациями, в данном случае футбол является самым эффективным способом объединения молодежи. Потому что в данном случае здесь у нас в этом году, можно сказать, около 650 игроков, не считая болельщиков, у нас объединены вокруг этого данного чемпионата. На кону помимо почетного трофея ставили денежные призы. Лучшая команда получила 100 тысяч рублей, а серебряный призер 50. Награждение победителей прошло в торжественной обстановке.